Мы все знаем вас как телеведущую, как блогера, как модель. Кто вы в первую очередь для себя, как вы бы охарактеризовали? Можно назвать несколько пунктов, в конце концов, мы, женщины, более чем одна ипостась? Ну, если честно, я начинала в высшей школе Станкина много лет назад и училась на тележурналистике. Как раз выбор у меня был телеведущего и тележурналиста. Я подумала, что, наверное, тележурналист будет более интересной профессией, потому что она, мне кажется, более обширная, более объемная. И когда у меня спрашивают, на кого лучше пойти, на телеведущую или на тележурналиста, я всегда говорю, лучше на тележурналистику, потому что знаний будет больше. И, мне кажется, это профессия, которая уже априори дает возможность быть телеведущей. Поэтому я в первую очередь называю себя, наверное, тележурналист-телеведущая, потому что также и радиоведущая, потому что я на радио работала, в прямых эфирах у меня было свое шоу. Пусть радио было неизвестное, но это был потрясающий опыт. А, наверное, потом модель, потому что я была лицом огромного количества брендов, не только российских, но и международных. И, наверное, в третью очередь, можно сказать, актриса, хотя я не хочу называть себя актрисой, но я посмотрела недавно свою фильмографию, и, наверное, порядка 10-15 фильмов там точно есть. Одна главная роль, остальные эпизодические. Один был в продакшен голливудский, то есть назывался... Он недавно вышел, я даже забыла, что снимался. Максимум импакт, максимальный удар. И вот совсем недавно меня пригласили сниматься в итальянском фильме, но там я буду играть русскую девушку. Вот, тоже эпизодическая роль, но тем не менее. То есть можно сказать, что Высшая школа Останкина дала вам большой такой толчок для дальнейшего развития. Вы после этого увлеклись радиовидением, такой тележурналистикой? Я могу сказать одно, что когда я попала на телевидение, те знания, которые получились здесь, они мне очень пригодились. И могу сказать, что когда я, допустим, училась на тележурналистике, у нас был такой урок, когда мы должны были приготовить какую-то речь и типа новости читать. Я дома, значит, готовлюсь, речь написала от руки, и когда от руки пишешь, все как-то быстро читаешь. У меня от зубов отскакивает, я такая уверенная. Прихожу, и, значит, я все готова. У меня говорят, включаем камеру. И зажигается красная лампочка. У меня начали трястись руки. То есть это полгода я где-то справлялась с этим волнением. Руки трясутся, текст выпадает, значит, ты вообще ничего не помнишь, как будто ты его первый раз видишь. Настолько вот эта вся неуверенность и непрофессионализм, он ощущался. Поэтому могу сказать, что когда спустя полгода уже загоралась красная лампочка, я чувствовала себя уверенно. Было здорово, что можно было как раз-таки научиться контролировать свое тело, свою мимику, свои эмоции, плюс сфокусироваться на тексте, плюс расставить, скажем так, правильно посыл ударения текста и, соответственно, уже его нести. Когда у тебя хорошее настроение. И тем более, когда плохое. Включай канал ТНТ. И программу Космополитен Видеоверсия. Поэтому, безусловно, этот опыт был бесценным, особенно техника речи, так как я... Ну, сейчас у меня брекеты, сейчас можно слышать, наверное, дефекты речи, потому что у меня внутренние брекеты, которые я вот-вот сниму, ношу их полтора года. Но техника речи очень сильно помогла, потому что я приехала из глубинки, у меня очень был сильный акцент, не только акцент, еще и говор, еще очень многие слова я говорила неправильно, неправильно ставила ударение. То есть там было над чем работать, и у нас была такая педагогка очень классная, Корзинкина, вообще все педагоги, которые были у меня тогда, я могу сказать, что это высший пилотаж, это те люди, которые работали дикторами на советском телевидении, а сами понимаете, какой уровень тогда был диктор тогда, и телеведущие, может быть, сегодня, это абсолютно разные вещи, и очень многие даже работают на телевидении неподготовленными. Это было действительно очень важно и очень полезно. А куда было интереснее, волнительнее и страшнее выходить в эфир? Все-таки на телевидении или на радио? Где вы испытывали больше мандраж? Ну, я не могу сказать, что у меня был мандраж, потому что когда я уже пошла в кадр, у меня уже был вот этот багаж знаний, и я чувствовала себя уверенно. А еще я такой наглый человек, что даже если я себя чувствую неуверенно, я обязательно сделаю вид, что я уверена. Главное притвориться. Да, да, да. И для меня это всегда, ну, во-первых, выручало меня, а во-вторых, как-то всегда поддерживало эти знания, которые я получила. Какая должна быть идеальная телеведущая, вот, на ваш взгляд? И есть ли у вас фавориты и любимые ведущие зарубежные и российские? Телеведущая должен быть человеком. Нас учили так. Если ты берешь интервью у президента, если ты берешь интервью в сельхо у рабочего, да, обычного, ты должен чувствовать себя с ним на одном уровне. Ты не должен быть выше, не должен быть ниже, ты должен чувствовать себя абсолютно идентично. И телеведущая должна быть простым человеком, который может говорить, мне кажется, языком, который слушателю будет понятен. Потому что я вижу, некоторые начинают там, ну, вот это все тянется за умные фразы. Это видно, это читается, это отталкивает. Мне кажется, человек должен обязательно говорить ведущей с средним регистром, чтобы это было доверие к слушателю. И также нужно смотреть в глаза человека, с кем ты общаешься. И действительно быть заинтересованным в том, что он говорит. Тогда здесь есть искренность. И моя любимая ведущая – это Элен. Она ведет Элен-шоу в Америке, в ЛА. Я считаю, что она самая крутая. Я обожаю ее слушать. Мне нравится ее юмор. И я не понимаю, почему у нас нет таких шоу. Она очень простая. И аудитория у нее очень тоже такая позитивная. Никто никого не оценивает, не ищет недостатки. Наоборот, люди как-то расслабляются. Вот у нас не хватает этой нашей аудитории. Как отличить хорошего журналиста от плохого журналиста? Тем более, что сейчас в современном мире профессия воспринимается обществом зачастую неоднозначно. Это правда. Я когда, допустим, я делаю сейчас собственный проект. Мне называется «День с легендой». Я интервьюирую легендарных спортсменов. И когда я другим спортсменам говорю, что я журналист, они на меня вот так смотрят. Для них это просто как красная тряпка. Я говорю, послушайте, мне вообще неинтересны какие-то желтые сплетни. Я журналист, я делаю только документальные фильмы. Поэтому можете расслабиться. Каждый журналист должен заниматься своим делом. Если ты занимаешься, допустим, спортом, ты должен делать это на ура, на отлично. Как кто-то занимается, допустим, ну пусть сплетнишь, шоу-бизнес, пусть будет в своей нише. Хороший журналист – это тот, кто в своей нише делает свою работу на отлично. Потому что все равно даже вот эта желтая ниша, она пользуется спросом. Она продается и она есть. Поэтому, когда люди не врут и не пытаются преподнести это лишь бы по краше продать, тогда они свою работу делают хорошо. Но если люди лгут и не удостоверены в том, что они продают, и в том, что они говорят, я считаю, что это, наверное, является знаком того, что человек делает свою работу лишь бы сделать. Ну, у нас такие тоже часто бывают истории. Я раньше думала, ой, ну что такое желтая пресса? Да, вот я когда работала на телевидении, я вела свою передачу 3,5 года «Космопольтон» – видеоверсия на ТНТ. И ко мне приходили различные звезды, которых я интегрировала, и они мне говорят, вот, желтой прессе написали то, желтой прессе написали это. Я думаю, да какая разница, что написали в желтой прессе? Ну, ты же знаешь про себя, что это не так. И однажды я столкнулась с тем, что была большая разница, когда предоставили какие-то кадры, которые вообще ко мне не имели никакого отношения, и мне пришлось судиться с изданием, с самым большим изданием новостным, которым мне адвокаты отказывали, один, второй, третий на отказ, говорили, мы никогда не сможем выиграть. Я нашла адвоката, который сказал, мы выиграем, мы дело выиграли, мы выиграли даже апелляцию. На меня смотрели все просто широко открытыми глазами, что у них невозможно было выиграть. Нет, я выиграла, я отстояла свою честь и достоинство. Есть такие моменты, которые действительно портят. Ну, а так пишут по сей день. Неправду, лишь бы что-то написать. Я вообще давно здесь не живу, 6 лет в России, и мое имя до сих пор, оно разлетается, как горячие пирожки. Стараюсь не ходить ни на какие-то передачи, которые меня все время приглашают, зовут, звонят. Я говорю, у меня нету, я не прилетела, я улетела на 2 дня. Думаю, может, подзабудут, не забывают ни в коем случае. Почему? Потому что если бы приглашали на интересный формат, как, допустим, спортивные передачи, в которых я участвовала, с удовольствием я могу чему-то научиться, я могу вдохновить людей. Что-то полезное из этого может произойти. А просто бегать, какие-то сплетни собирать, про кого-то это все рассказывать, мне не интересно. И очень бы хотелось, чтобы на нашем телевидении было больше все-таки развивающих программ. Те, которые помогали нашему молодому поколению вдохновляться, быть лучше, учиться. Поэтому я люблю советское телевидение, которое было всегда так, встали на зарядку радио утром, мы всегда с телевидением, ты всегда слышишь это, руки шире, ноги шире, давайте зарядку делать. И все были, запомните, вспомните, все были фит, все были такие здоровые, крепкие, ни у кого таких животов не было. Мне кажется, такая пропаганда спорта была хорошая. Как-то хотелось бы пожелать нашему телевидению все-таки такую волну взять, правильный курс. Виктория, ваш секрет, как быть на телевидении при такой высокой конкуренции все же чуть лучше, чем другие? Я думаю, здесь, смотри, есть середина, это когда человек такой, ну, вроде правильный, скованный, ну, неинтересно, пресно, неинтересно. Но есть, конечно, со знаком минус можно уходить, допустим, чуть более, ну, да, можно сказать, дерзкий, да, но не переходить грань, опять же, оскорбления и не быть тем человеком, который пойдет по головам, лишь бы поярчить, скажем так. Но также нужно быть довольно-таки энергичным человеком и позитивным, и нести ту энергию, на которую ты смотришь, и тебе не хочется переключать канал, чтобы энергия, посыл чувствовался. Это нужно раскачивать, нужно в себе, мне кажется, также культивировать, нужно не бояться показаться смешным, показаться, может быть, каким-то нелепым, показаться другим, быть не такими, как все, потому что это будет запоминаться. Проявлять свою индивидуальность, нести с сердца ее, да? Да, индивидуальность, или, может быть, искать свою индивидуальность, если ее пока нет, и находить то, что, скажем так, не выглядело бы дуростью и не переходило бы вот рамку того, что, скажем так, хамство и неуважение. Ну, не будь в центре вот такой вот это. Вот так вот тоже. Потому что люди хотят эмоции, люди хотят также, чтобы глаза и отдыхали, и вроде бы им говорили правду, и были, опять же, ту правду, за которую ты можешь ответить, я считаю, если ты что-то говоришь, ты должен быть в ответе за свои слова. Безусловно. Вот, и, соответственно, чтобы это было что-то такое, ой, посмотрел сейчас, блин, захотелось даже пойти что-то сделать, пойду-ка пресс покачаю. Да, например. Субтитры создавал DimaTorzok